Как сделать внутренний туризм более привлекательным для казахстанцев? Этим вопросом задалась группа бизнесменов, которая посетила Восточно-Казахстанскую область и даже разработала свой план по развитию регионального туризма. Анжела Гарипова узнала, как красивейшая область может стать еще и туристически привлекательной. Андрей Щетинин – автотурист. Он объездил всю Восточно-Казахстанскую область, чтобы увидеть самые живописные места страны. Известно, что регион обладает колоссальным туристическим потенциалом не только для наших граждан, но и для иностранцев. Только вот условия для этого не совсем подходящие. Восточно-Казахстан на самом деле это уникальное место, я так считаю, по всему нашему Казахстану, потому что у нас есть прекрасные и горы высокие, снежные вершины, у нас реки огромные, у нас есть водохранилища, это моря практически, песчаные пляжи. То есть можно буквально утром пойти искупаться на песчаном пляже в теплом Бухтарминском водохранилище, а после обеда уже ходить по снегу на горных вершинах. И в первую очередь про инфраструктуру. Нужно развивать ее. Даже вот элементарно делая параллель между нашим Алтаем казахстанским и российским Алтаем, на каждых 100 метрах существуют определенные места, кафе, различные рестораны, заправочные станции огромные просто. То есть там в этом плане легче. У нас оставляют желать лучшего, поэтому инфраструктура – это главное. Гостиница элементарно. Плачевное состояние инфраструктуры отмечают и другие казахстанцы. Многие предпочли бы поездку в Восточно-Казахстанскую область курортам других стран. В августе хочу туда поехать, но сервис пугает. Много слышал о друзей, побывавших в ВКО, о том, какая там чудесная природа и какая отвратительная инфраструктура. Про внутренний туризм и его развитие говорится уже очень давно. Почему же дороги хотя бы нельзя сделать? Ведь это элементарная вещь, с которой все начинается. Восточно-Казахстанская область – это кладезь для внутреннего и международного туризма Казахстана. Там нужен в первую очередь аэропорт ближе к Голубому заливу и соответствующая инфраструктура. В прошлом году правительство утвердило концепцию развития туристской отрасли страны. Разработали проект туристификации, готовится госпрограмма. Но, несмотря на это, конкретные шаги для развития славного своей природы региона еще не предприняты. К сожалению, все вот эти красоты для внутреннего туризма, к сожалению, недоступны для массово, для казахстанцев, для приезжающих, для въездного туризма, поскольку нет инфраструктуры. В первую очередь нет дорог. Нет дорог, не обеспечена безопасность. Мы очень много переходили различные мосты, в том числе автомобильные, которые просто не соответствуют никаким стандартам безопасности. Есть опасности камнепадов, никаких превентивных мероприятий нет, нет ограждений. И я смело назвал эту дорогу худшей дорогой в Казахстане. После поездки в восточную часть страны Рахим Ашакбаев и его коллеги разработали план развития туризма. Главными пунктами является создание или обновление инфраструктуры, подготовка кадров, стимулирование развития санаторного отдыха через налоговые вычеты и доступные цены на авиаперелеты внутри страны. Нам нужно очень много инвестировать в инфраструктуру и в безопасность вот этого туризма. Это два. Ну и третье, безусловно, это привлечение частных инвестиций. Поскольку, чтобы нам получить хороший сервис по приемлемой цене, есть только один способ – это конкуренция. То есть отели, соответственно, различные туристические фирмы, туристические маршруты должны конкурировать с собой для того, чтобы снижать цену и повышать качество. Министерство культуры и спорта, на данный момент курирующее этот вопрос, предлагает казахстанцам не оставаться в стороне. В ведомстве открыто для любых предложений, а также приглашает к участию в рабочих группах. До конца года должна быть разработана детальная программа. Остается надеяться, что при хороших результатах регион сохранит свою первозданную красоту. Анжела Гарипова, Руслан Шакобаев, Хабар, 24.